5 ноября, в воскресенье, Сатурн вышел из ретроградного движения. Надеюсь, вы закончили раздавать предыдущие долги по карме и перешли к смирению. От этого зависит то, насколько дальше вам будет легче двигаться по жизни. Благоприятный день для судебных процессов. Дизайн человека дает такой посыл – защищать себя от перегрузки. Избегая сложных ситуаций, вы поддерживаете собственное благополучие. Отказаться от старых, если жизнь предлагает новые возможности. Ваш гибкий и рациональный ум распознает и приветствует все дары жизни. Уравновешенность. Цените таланты тех, кто идет за вами, и предлагайте им проявить себя. Вы знаете, чем они могут быть полезны. Высокие моральные устои проявляются в терпении и предупредительности. Когда вы будете обдумывать, как внедрить свои идеи, вы поймете, что вам нужен объективный взгляд. Ваша чувствительность к эмоциональным состояниям может гармонизировать окружающую обстановку. Бескорыстие. У вас хватает сознательности и разума использовать свое богатство, чтобы двигаться по жизни и помогать другим. И это воскресенье, день солнца, очень важно хотя бы раз в год встречать рассвет. Кто рано встает, тому бог дает. Делайте практику сурья намаскар, которая гармонизирует жизненную энергию праны. Начинайте делать техники прощения и благодарения, поскольку воскресенье – это день отца. Лучше всего начинать технику именно с папы. Если нет уважения к отцу, закрывается солнечный аспект жизни. Старайтесь желать счастья всем живым существам. Культивируйте себе все, что связано с радостью. Искренне отдавайте это другим людям, вне зависимости от их пола, возраста, расы, вероисповедания, достатка. Избавьтесь от гордости, надменности, импульсивности, язвительности, враждебном настрое, высокомерии, неуважении, эгоизме, длительном гневе и недоверии жизни. В воскресенье благоприятно заниматься планированием деятельности на ближайшую неделю. Хорошо заниматься внутренним самопознанием, благоприятно заниматься практиками по работе с родом, а также посещать священные места. И мы стремимся к самым позитивным энергиям солнца – это ответственность за себя и окружающих, особенно для мужчин. Великодушие, благородство, щедрость и энтузиазм, лидерские качества, ясное видение, уважительное отношение, уверенность в себе, пунктуальность, соблюдение режима дня. При этом у нас 23-й лунные сутки, самое важное, что сделать в этот день – это не бояться. Что бы ни происходило вокруг, просто не бойтесь. К тому же в этот день можно очищать кристаллы, поэтому сделайте практику на 23-й лунные сутки, которая прикреплена в описании к ролику. Луна находится в созвездии Аш-Леша, и тут можно подчеркнуть вероятность того, что страхов может быть много, и очень важно не вестись на всю эту провокацию. Можно поголодать, тогда интуиция будет давать более явные ответы, что есть правда, что не есть правда. Может быть сильное сексуальное желание, имейте это в виду. Краткое резюме дня. При недовольстве отношениями постарайтесь успокоиться, займитесь спортом, йогой, медитацией, хорош пост. Можно подавиться и отравиться собственными эмоциями, если в речи очень много яда и желчи. Может прийти много ответов и посыл от высших сил, вещи, сны или какие-то знаки. Не тратьте силы на стресс, используйте их грамотно. И настрой на день. Я расстаюсь со своей озабоченностью и неуверенностью в будущем. Я расстаюсь со всеми обидами, которые нанесли мне другие. Мои чувства свободны, но уравновешены. Я усваиваю уроки прошлого и расстаюсь с этим прошлым. Я ощущаю божественный свет, окружающий меня любовью. Благодаря такому великому учителю, как прошлое, я уверенно смотрю в будущее. Прошлое не ограничивает, а скорее освобождает меня. Сейчас это самый важный момент в моей жизни.